Я рада участвовать в этой конференции, так как Вячеслав Всеволодович Иванов – один из основных авторов, которыми я опираюсь, и особенно сейчас, когда исследую тему неба в балтийской мифологии. И вот сегодня я буду говорить о солнце, об одном из светил неба. Слово в балтийских языках, обозначающее солнце, литовское «саули», латышское «саули», прусское «саули», восходит к индоевропейскому корню «сауэ», «су» и т.д. В балтийских языках этот корень расширен с помощью суффиксов «л», а в других индоевропейских языках с помощью суффиксов «l» и «r». Сравните. Древняя индийская «сувар» солнце, латинская «соль», старославянская «слунница», готская «саула», древняя верхненемецкая «суна», староанглийская «sun», слова литовского и латышского языка, обозначающие солнце, относятся к женскому роду, а в мифологии и фолклоре оно воспринимается как женщина. О древнем происхождении лексемы «саули» свидетельствует не только этимология самого слова, но и мифологические представления этого небесного светила. В первую очередь, обращает на себя внимание представление о колеснице солнца. Этот мотив очень универсален, он известен не только индоевропейцам, и не только на европейском континенте, но и на Южной и Юго-Западной Азии. Поэтому вопрос генезиса этих мотивов требует решения в контексте широкого ареала, включающего в себя культуры различного происхождения. Балтийские земли входят в ареал распространения архаических солярных символов, поэтому балтийские данные могут вносить весомый вклад в реконструируемую небесную мифологию. Что касается традиций балтов, образ колесницы или повозки солнца встречается в литовском фолклоре, связанном с пасторальной практикой. Неизвестно, восходит ли к древним временам контекст солнца, представленный в пастушеских песенках, однако так или иначе на это стоит обратить внимание. И так вагане и ранее мутром животных напастбищи, пастухи обращались солнцу стакими песнями. Поринкис угнела, отважиуя Saulалу, гелижиняясь ratукой, паситепус taukeliukой, гария ганию, приезжаясь солнышка, жилизнай телишки, смазанай жирком, отважиуя Saulалу, другая песня, Варенис ротялись, мосинженис ботялись, угнинис арклались. Приезжает солнышко на медной тележке, на бронзовых ботиночках, на огненных лошадках. Семантическая структура колесницы солнца неизвестным образом законсервировалась в сознании множество поколений. Со временем тексты, содержащие этот образ, могли приобрести новые детали, их могли бедоизменять, используя как образец для создания новых версий на ту же тему. Однако сам образ, образ колесницы солнца по своему происхождению, является архаичным. В пастушеских песенках солнце нередко поруется с персонифицированным, как и оно само, облаком, и оба они передвигаются на колесницах. При этом они едут не на каких-то простых повозках, а на колеснице или в карете свойственных, разъезжающим по небу мифическим персонажам. Ну, вожёк не обесели, су карета, су карета, отвожёкся улетели, су дверачей, су дверачей. Уезжай, облачко, в карете, в карете, приезжай, солнышко, на колеснице, на колеснице. Ну, вожёк не обесели, су дверачей, су дверачей, отожёк в Саулуте, су карета, уезжай, облачко, на колеснице, на колеснице, приезжай, солнышко, в карете, в карете. Интересно то, что перкунас в наших верованиях также может ехать на дверачей, на колеснице, такой, с двумя колесами. Обычное солнце связано с конями. В загадках, оно изображается, как шар, который везут, стоканей. Швесус, нажас, рутулелис, шинтас, арклиуня, павержа, сауле. Малинки, светлые, шарики, стоканей, не увезут, солнце. Сходные параметры, связанные с транспортами, срестами, мефисческого солнца, повторяются в латышских песнях. Я браука саулитой, обелию дарзе, девиней рактиней, синтс, кумелиню. Приезжает солнышка, в яблони ваиса, на дилетитали, тилишках, на сутни, лошатках. В других, латышских песнях, «Солнце движется по небу в упряжке желтых коней». Я здесь... Ты только перевод прочитай. «Солнце едет по небу на трех желтых конях. Ай, солнышко, милое белое, дай мне одного коня, мне надо выйти замуж, у меня нет желтого коня». Ну и другой перевод, другой песни. «Солнце едет вокруг горы на желтых конях, не потеют они, не устают, по дороге не задыхаются». Об архаичности Об архаичности образа колесницы Солнца свидетельствуют тексты древнегистской рекветы. Бог Солнца, стурия, излучающий свет, своими лучами приводящий движение весь живой мир, разъезжает на колеснице, в которую запряжены крылатые кони, или семь рыжих кобылиц. Бог Савитара, персонифицированная сила Солнца, едет на золотой колеснице, в которую запряжены два прекрасных, соврасных коня. В другом месте ригведы пара соврасных коней характеризуются как знаки Солнца. Не только сами боги, сурья, садитар, воплощающие Солнце, но и их атрибуты, золотая колесница, крылатые или соврасные кони, кобелицы, золотые части их божественных тел, золотые одежды — все это аллюзия на небесный, сияющий источник света, возвещающий о приходе дня. Греческий бог Солнца Гелий, культ которого восходит еще до эллимистической эпохи, сохранил типичные черты солярного божества. Гомера во Мгимне Гелию, это существо со светлыми волосами и в блестящих одеждах, изображается едущим по небу именно в золотой колеснице, в которую пряжены божественные кони. Он ярким светом освящает людей и бессмертных богов. Вот здесь видите отрывок из гемеровских гимнов, перевод Вересаева. Из-под шлема глядит золотого страшные очи его, и блестящими он лучами светится весь. От висков уже бессмертной главы не спадают волосы ярко блестящие, лик обрамляя приятный. Ну и так далее вы видите этот текст. После такой дневной поездки гелий, достигнув вершину небесного свода, возвращаясь в океан. Южные славяне также представляли, что, как говорится в сербских песнях, солнце ездит по небу в телеге, запряженной лошадьми. По вечерам оно также опускается в море, а по утрам оттуда поднимается. Следовательно, в обширном ареале проживания балтов, древних индийцев, лавян и германцев, этиология дневного света, чередующегося с темнотой, поясняется, как путешествие солнца, ездящего по небу с востока на запад на запряженной конями колеснице. Собственно, колесница, повозка, как можно понять из лингвистических данных, является реалией, существовавшей еще у европейского пронарода. Племена индоевропейцев использовали транспортные средства, оснащенные колесами. На индоевропейское происхождение образа колесницы указывает лекция, мы называющие этот предмет однокоренным словом. Древнеиндийское «рата», латинское «рота», древненемецкое «рад», колесо. Само колесо в мифологии балтов и в традициях многих других народов символизировали солнце, как небесное светило. В древних культурах колесница и повозка были известны с незапамятных времен. В Ригведе колесница, в которой запряжены лошади, является часто упоминаемой реалией. Ею распоряжаются божественные существа Индра, Савитар, Сурья, Ушас, Ашвины. Как утверждали Гангрелидзе и Иванов, колесница во времена индоевропейского пронарода использовалась не только в милитаристской, но и в религиозной сфере. Поэтому неудивительно, что в большинстве древних культур Европы и Азии солнце ехало на запряженной лошадьми повозке, использовавшейся, вероятно, в культовых целях. Об этом свидетельствуют и не только были письменные источники, но и археологические находки. Лошадь — это животное, типичное для солярной мифологии. Об этом свидетельствуют многие упомянутых выше традиций. Помимо балтов, древних индийцев и греков, с этой точки зрения выделяются германцы и кельты. Индийские, греческие, а также германские солярные мифические персонажи ездят на колеснице, запряженной лошадьми. Исследователь кельтской мифологии Миранда Грин отмечает, что лошадь следует считать солярным животным бронзового века. В этом не сомневается и Мария Гимбуденя. Она считает, что с религиозных символов Европы лошадь стала господствовать еще с бронзового века. Знак лошади встречается на археологических находках бронзового и более поздних веков в Южной, Центральной и Северной Европе. При анализе природы образа колесницы исключительно важным является один иконографический факт. Имеется в виду широко известная колесница Солнца из Трундгольма. Эта бронзовая скульптура, обнаруженная на одном из датских островов, изображает запряженную лошадью повозку, в которой лежит солнечный диск. Статуэтка хранится в собрании Национального музея Дании в Копенгагене. Предполагается, что она могла использоваться во время религиозных ритуалов, имитировать движение Солнца по небу. Эта уникальная находка дает право рассматривать возраст и происхождение достаточно широко распространенного образа колесницы Солнца. Если колесница Солнца из Трундгольма датируется бронзовым веком, то, видимо, в эту эпоху подобный образ мог быть известен и в других родственных германцам традициях. В бронзовом веке индоевропейцы уже разделялись на отдельные языковые группы. Датский археолог Кристиан Кристиансен, исследовавший древние археологические реликты Северной Европы и связывавший их с мифологией, утверждает, что в бронзовом веке Солнце являлось основным объектом культа Северной Европы. Об этом свидетельствует множество наскальных рисунков в Скандинавии и сохранившиеся бронзовые изделия с солярными символами. По мнению исследователей мифологии Рудольфа Зимека, существование в германцах культа Солнца, помимо наскальных рисунков, подтверждает и древнеисламское устное творчество. По этической эде «Солнце по небу везут два небесных коня» «Арвак и Алсвин «Солнце наверх усталые дашьи», цитирую. В связи культа Солнца с упомянутой эпохой в Северной Европе не сомневается Миранда Грин. Она утверждает, что в бронзовом веке культ Солнца доминировал, особенно в Скандинавии. Мария Гингутиня также констатирует, что религия и идеология проиндоевропейцев, распространяемая 5-3 тысячелетиями нашей людьми курганной культуры от Волги к северу от степей, причем на море, на восток центральной Европы были ориентированы на Солнце и другие небесные тела. Археологические находки в землях, где проживали балды, подтверждают когда-то бывший актуальным для балдов образ колесницы Солнца. Гингутиня относит к периоду бронзового и раннего Железного века, найденные в низовье вислы урны из Гравова и Старогарда, с вырезанными на них фигурами, которые считаются балтийскими. На урне из Гравова изображается, помимо других предметов, орнаментированный круг. Щит, цитирую, кажется, символизировал солнечный диск, потому что он украшен кружками. Поскольку он вырезан возле повозок, можно предположить, что данная мифологическая сцена означала колесницу Солнца. Следовательно, образы Солнца и его колесницы, досвидетельствованные архаическими данными из археологических ороскопок и устных текстов Европы и Южной Азии не миновали и древних балдов. При этом отражение идеи дневного светила и его конкретное фигуративное выражение приобрели в традиции балдов своеобразный облик. Спасибо за внимание. Можно использовать также и Татита, которая как раз Германия, четвертая книга, в которой балтисты читают 25 главу, надо читать и 24, где сообщается, что Свепское море уж так далеко, что говорят, что там слышно, как Солнце со своей колесницей выниривает из воды. То есть брызги воды слышны. Замечательно, что Солнце женского рода. И хочется сказать, что в русском языке то же самое Солнце среднего рода, но женского пола. Потому что из Ершова мы знаем, что Солнце мать мне месяц брат. Конечно, вот эта традиция, где колесо Солнца восстанавливается на основании десяти традиций. Мы имеем с одной стороны греческое, правда не у Гомера, а у Исхила только, а или у Кюклос. И вспоминается также, что Вячеслав Селыч и Томас Валерьянович считали возможным единое обозначение колеса, вот то, что дает санскритская чакра и греческое Кюклос, как совместно общее обозначение с шумерским. И для Кюклос и для чакры мы имеем удвоительный корень, что для имен индоевропейских вообще не очень свойственно. То есть это явно какое-то раннее должно быть заимствование. И, судя по всему, эта космогоническая модель была широко распространена в бронзовом веке. Мне вспоминается, что в 50-х годах пытались локализовать прародину хеттов так, чтобы они могли видеть, как Солнце встает из моря. А они, если его каратепы, видеть могли, наоборот, как оно садится в лучшем случае. На самом деле, конечно, речь не идет о том, чтобы правильные европейцы могли это наблюдать. Речь идет о какой-то космогонической системе, в которой Солнце должно было вставать из моря. И не обязательно было это наблюдать, в это было достаточно верить. Обычно это замечательный ваш пример с холном, за которым Солнце закатывается. И мы знаем из греческой традиции гору, которая называется Стол Солнца. И в прусской, по-моему, Табанинке. В Сауле-Скреслесе. Да, Сауле-Скреслесе в прусской Табанинке. То есть вот такого рода реликты явно относятся к этому раннему времени. Очень интересно то, что вы говорили о двуколке. Это по-русски двуколка называется, когда два колеса. И, судя по всему, прав был Александр Ильич Зайцев, который говорил, что первоначально колеса должны были быть сплошными. И тогда ни о каких конях речи не могло идти. Конечно, волны должны были тащить такой тяжести телегу. Но вот это колесо Солнца, которое катится по небу, оно должно быть сплошным изначально. И только потом иметь те четыре спицы, которые на всех изображениях, которые вы демонстрировали, были изображены. И еще раз спасибо за очередь. Спасибо. 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 Спасибо.